всем привет из оклахомы сегодня снова решила заехать в second hand по дороге домой и нашла вот такое вот блюдо интересное бренд анкор овен вары модель gratin такие в интернете около 16 долларов продаются также мне приглянулась такая свеча она выглядит очень старой производилась она в германии но у нее нет вот этого колпачка сверху бренд гюнтер и такие в интернете идут примерно по 12 долларов но есть и дороже зависит от модели также был вот такой вот очень милый мишка я не могла мимо него пройти но к сожалению он особо много не стоит такие идут по 20 долларов мой конечно красивее еще мне очень понравилась вот эта ваза но в интернете просто ее невозможно найти вот что здесь написано китинг клеттинг 1841 1941 в общем я вводила все что можно ничего не нашла также такая вот стеклянная что-то вроде вазы тоже найти такое в интернете просто невозможно как ты не старайся как ты не вводим это бесполезно поэтому я просто решила ее поставить обратно как раз когда я ставила обратно но никак не хотел остановиться на место я нашла вот такое вот интересное блюдо называется она frosted glass здесь изображена спокойная ночь бренд мисса мисака микаса вот и такие идут уже в проданных по 15 долларов вот эта ваза очень красивая я насчет нее думала долго и вот этот вот есть такой статуэтка музыкальная не шкатулка вот музыкальная статуэтка молящийся мальчик с мишкой тэдди и библией на рабочие очень приятная такая музыка от нее и они в интернете идут по 25 долларов примерно но в проданных их вообще нет также я нашла вот такой вот интересный подсвечник но он весь поломанный он весь переклеенный склеенный но явно выглядит как старинный какой-то потому что ну сейчас такое вроде бы не делают на мой взгляд он конечно же старинный но убрать его в таком состоянии я не рискнула и найти его тоже в интернете невозможно видите как тут как знаете как как лепнина раньше шла если кто знает пишите в комментариях как его найти обозначение никаких нет ни на дне вообще нигде обозначение не нашла стоит 4 доллара также я прошлась в этот раз по картинам я нашла что-то вроде такого как принт но он как будто 3d принт такого платья в интернете особо никакой информации по этому поводу нет но с до кирклэнс то есть то магазин кирклэнс и явно мне показалось что оно стоит дорого не будет также я нашла 3 принта от писать от художницы барбары мо конечно принты стоят не так дорого как картины в интернете они примерно идут от 15 там 10 15 до 25 долларов за штуку также я нашла еще другие картины одна из них была в очень такой старой рамки я вам покажу ее чуть-чуть попозже вот это маленькая цилиндрическая ваза от бренда сейчас вам скажу вот бренда тонала мексика стала для меня истинной находкой она конечно грязная внутри но я увидела что в интернете они продаются от 15 и до 50 за такую маленькую вазу также я нашла такую металлическую картинку бренд тэдди тум-тум в интернете они идут по 11 долларов есть такая красивая статуэтка но к сожалению тоже без каких-либо обозначений что конечно же усложняет поиск в интернете на коже девушкам все точнее девочка которая ехала и катила свою тележку вообще не видела куда она ее катит реально просто въехала мне в тележку хорошо что ничего не побилось конечно ее папа немного на нее поругался скажем так вот ну я так сказала что ничего страшного ничего страшного слава богу что ничего не разбилось вот это вот подставка под свечу бренда yankee candle идет вместе с большой такой тарелкой такого же стиля вот и но она конечно видите да она побитая поэтому я ее скорее всего не возьму тарелка вроде бы нормальная но как бы смысл тарелки если нет второй части от нее вот но так они в принципе симпатичные в интернете много разных моделей этого бренда есть ну и конечно цену они тоже загнули 252 за тарелку и сколько там было три где-то за сам вот этот вот подсвечник еще такая вот милая лампа керамическая ну конечно это не лампа это какая емкость для чего-то скорее всего для конфет оценили ее в 5 05 бренд vendor china именно такого товара я не нашла но есть допустим вот такие вот чайничек с ну с креслом потом есть такое вот радио керамическое они не продаются ну по крайней мере я не вижу цены на них видите тоже такая же скажем так такая же серия с вишенками вот есть тоже с вишенками кухонная плита но это вообще банка для чего-то там для джема и также есть вот такие вот за 10 долларов видите такой давайте посмотрим вот такие они маленькие тут как чайничек да так крем а нет это для молока точнее для сливок и для сахара вот такой вот сет вот эта лампа которая которую я видела она намного больше то есть она прям огромная и мне кажется что это все таки как ваза для конфет но такое именно я не нашла в любом случае я не думаю чтобы она стоила много такая вот азиатская ваза остальных тонах стоит она 10 долларов но сегодня скидка была 50 процентов на желтые ценники если бы сделала две тележки для того чтобы обдумывать беру я или не беру какие-то товары и я не знаю если вы слышали подошел мужчина и начал копошиться в моей второй тележке и конечно же не сказала что это моя извинился и отошел нашла вот такой вот металлический поднос либо же тарелку для фруктов поставили они на нее цену 4 доллара я считаю там многовато конечно бренд артур корт в интернете такие идут по 14 вот эти тарелочки мне сразу бросились в глаза бренд cotton colors видите какие они яркие они прям вообще безумно яркие веселые прям их я не знаю кошек хочется сразу скушать я не знаю мне они какие-то вот такие детские очень я бы хотела остановиться на вот этом бренде у них есть много всего интересного них вообще какие-то безумно вот мне кажется что это бренд как будто для детей видите тут много всяких тарелочек каких-то прикольных фигурок здесь просто столько всего и примете она как даже не тарелочки а просто керамические фигурки и они вообще обалденные очень красивые яркие и вот видите они продаются за 15 долларов за 14 некоторые вот по 41 доллару а есть даже такие которые продаются вот где я видела здесь за 190 она здесь 10 штучек за 193 доллара но есть вот такие подставочки за 61 доллар и вот видите есть такой вот кораблик красивый тоже фигурка за 70 долларов на вот есть такой вот как у меня точнее как я хотела покупать но я не купила и я просто себе сейчас кусаю локти потому что я думала думала над этим но онов на тот момент я как раз не нашла вот точно такого же как я видела в магазине и мне показалось что покупать и продавать там потом за не знаю за 10 долларов мне казалось это как-то не очень разумно но теперь я вижу видите вот было продано точно такое же блюдо там их было два за 68 долларов и еще я после этого нашла я не знаю сейчас попробую найти эту картинку я нашла в каком-то журнале они как раз рекламировали именно этот комплект посуды и ну был такой красивый стиль такой яхт стиль и стол был украшен вот так вот красиво в стиле яхты в морском таком стиле в общем обалденно я просто вот пожалела что я даже себе не купила такие тарелки ну в общем теперь я буду знать и я кстати об этих тарелках думала и потом на следующий просто я ночью не спала нормально и мне они снились эти тарелки мне хотелось утром вернуться и просто их взять но я уже понимала конечно же что скорее всего их там не будет вот поэтому хочу сказать что очень важно делать правильные решения уже ну там на месте как бы второго шанса не будет до что ты можешь там завтра приехать и купить их надо все сразу же обдумывать нашла еще такое блюдо выглядит очень красиво но ну конечно с небольшими сколами в нескольких местах поэтому братья его не буду так бы в принципе если она бы была идеальному хорошем состоянии то можно было бы наверное подумать на чем его бренд бика чайна оценили они его в четыре долларов и именно такой модели в интернете я не нашла но есть похожие модели это более такая рождественская в интернете такие более фрукты еще что-то они стоят вот по 24 доллара нашла такую очень милую тарелку с кроликами я думаю что был где на она бы пошла сейчас как раз к пасхе бренд модель present tense оценили они ее в доллар 90 центов честно говоря мне кажется это дороговато в интернете такие идут по 6 85 также я долго крутила вертела в руках эти две лампы вот одна такая коричневая похоже на то как будто она сделана из дерева и металла и вот это вот керамическая такой как не знаю росписью лепнины на ней и выглядит она очень старой прям вот очень старой я видела подобные лампы в интернете но прям точно такой же я не нашла к тому же мне показалось что лепнина немного нарушена то есть если вот покрытие немного нарушена то есть если какие-то сколы есть или не вся композиция то цена конечно же теряется в этой лампы поэтому если по ней не стоили там около десяти вот одна за восемь вторая за 10 если по не хотя бы шли за пол цены там за пять долларов я бы взяла потому что в любом случае ну хотя бы за 25 можно было бы их продать минимально вот но так как так как я не понимаю особо в этих лампах я решила все таки их оставить и подождать лучших времен такой керамический домик обычно в них ставятся свечи и вот из этих вот окошечек свет попадает в дом очень красиво получается то есть такое но мерцание по стенам оставляет в комнате но вот в этот вставляется электрическая лампочка не знаю где она насчет этих ребят я тоже долго думала пытаясь понять из чего они сделаны из пластика ли из дерева вот эти стаканы мне очень понравились они сделаны так красиво золотые с какими-то блестяшками в общем они стоили 3 доллара ну за за 4 то есть 6 за комплект я думала взять себе даже в этой тележке у меня все насчет чего я еще думаю насчет чего я не уверена хочу это брать или нет вот в этой у меня все что я точно беру то два таких зеркала не показалось этого деревянного зеркала сзади так оформлено все что сейчас уже так не делаю вот насчет этого ко мне подошла женщина и сказала что такое вот с обрамлением такое зеркало будет стоить дороже и вот это вот база точно я беру вот сюда на лавочку я выложила все что я изначально думала брать но потом передумала и вот африканские сувенирчики какие потом тарелки кроун дальше такую нашла металлическую подставку под свечу написано карсон 1996 год и в интернете вот такие идут и и по 31 доллару и по 20 и по 10 я решила ее не брать вот такая вот шляпа сюда кладутся чипсы и точнее начос и внутрь наливается соус такой вот знаете не знаю я бы сказала мексиканский мексиканское такое блюдо и такие блюда идут в интернете и по 60 долларов и по 25 но она была немного со сколом такого чайничек выглядит он конечно симпатично но особо он ничего не стоит бренд или флора gift и интернете они по 20 долларов удивительная просто каруселька я на нее смотрела очень долго найти я такую не смогла и я не знаю я бы наверное все таки взяла если бы она не стоила так много 5 долларов почему много потому что у нее был отбит отбита одна висючка то есть вот она была не в идеальном состоянии как бы за не идеальное состояние платить 5 долларов мне кажется многовато для секонд-хенда такие вот тарелочки тоже они выглядят конечно такими под старину и ну как бы возможно они есть старинные но стоят они не очень дорого по 4 доллара в интернете вот это тяжеленное блюдо тоже очень красивая выглядит она так как будто его расписывали вручную и видите здесь написаны какие-то обозначения возможно кто это производитель или расписывал но я так и не смогла его найти в интернете а вот это блюдо ну как бы легко в принципе найти в интернете так как сзади есть довольно таки понятные обозначения она тоже очень тяжелая но они его оценили в 5 долларов джонатан адлер и модель называется stripes вот вот они идут 6 за 60 долларов то есть вот одно такое блюдо может стоить 10 долларов еще раз вот смотрю рука моя потянулась каким красивым тарелочкам но все-таки я их положила обратно буду себя корить еще долго за это конечно а вот такой вот винтажный фен для салонов красоты продается в интернете около 25 долларов эта картина она тоже как будто 3d то есть вот у нее такие выпуклые формы вот эти вот это даже не нарисованы мне кажется такой как прилепленная в общем насчет нее тоже думала то что выглядит она не сильно новой но решила ее все-таки оставить а вот эта вот картина про которую я говорила видите ирма смесь 1982 год видно что она нарисована да и рамка очень старая то есть либо просто очень плохо она хранилась потому что она вся в каких-то разводах вот но этого автора я просто не смогла найти в интернете то есть она видимо не известная просто человек себе там дома рисовал довольно таки красиво но покупать не стала пришла я домой посмотрела что это за ваза особо ничего особенного вот видите есть по 10 продают эти вазы я видела также там по 25 по 50 это очень похоже на ту которая у меня вот есть тоже такие же за 90 долларов но опять-таки то что они это продают это не факт что это купится поэтому я считаю что долларов за 15 за тире 25 я буду ее выставлять чтобы она мне не залеживалась надеюсь что кто-то ее купит ну то есть это такое это было вложение не вложение совершенно это я как бы скажем так на месте не разобралась то есть мне просто она показалась симпатичной так как в особо и в этих вазах ничего не понимаю я решила ее взять и плюс как я уже говорил у меня садился телефон вот видите есть такие за 50 долларов вот очень она тоже похоже то есть знаете каждый как хочет так и выставляет какие хочет цены такие ставят так вот у меня садился телефон поэтому я уже честно говоря не могла по-человечески и и там рассмотреть эту вазу в интернете и найти все было как-то в спешке поэтому поэтому вот так ну купила ее за 5 долларов я думаю и видите здесь все таки не написано ничего про чайна вот здесь на дне у меня написано посмотрим если продаться я вам расскажу за сколько на зеркала была тоже скидка 50 процентов сегодня поэтому их я купила за 2,50 и последнее на что упал мой взгляд в этом секонд-хенде были пластинки но ничего особо ценного либо стоящего я здесь не нашла поэтому буду с вами прощаться если вам понравилось это видео поставьте пожалуйста лайк под видео если вам нравится эта тематика из секонд-хендов вам хочется чтобы я снимала больше видео из секонд-хендов пишите мне в комментариях подписывайтесь на мой канал а я с вами увижусь уже в следующих видео всем хорошего времени суток и пока